мы уже идем по китаю сегодня 2 день нашего путешествия к шумаку вчера был вчера был первый день экстремальный заезд был нам пришлось гнать на внедорожники по этим заснеженным местам но сегодня уже все по-другому сегодня мы стали на лыжи и двинулись вверх по китаю первый этап сейчас что нам нужно сделать это пройти около 15 километров сейчас наша задача дойти до реки удэгаши она впадает в китай там есть зимовья то есть это как бы программа минимума сегодняшний день ну и максимум конечно до фидюшки на речке там тоже есть база но связи с тем что мы дорогу не знаем нам мы наверное короче будем ориентироваться по ходу потому что пока ничего не известно сейчас нам пока везет нам объяснили дорогу есть бураний след до вот до удогаши до реки даже дальше она там уходит вы пока вот по бураньему следу идем это экономит нам силы очень сильно потому что снег снега очень много снег глубокий и не хотелось бы санями вот лезть и тропить особенно по лесу где-то ну и река тоже коварная на кое-где скрывается проваливается и тоже по неизвестным местам надо быть быть очень осторожными чтобы не провалиться под лед вот под снегом вода если мы на нее наступаем проходим по ней налипает на лыжу очень сильно его и дальше киев практически невозможно нам приходится останавливаться снимать лыжи и чистить их вот от такой наледи я так думаю что много где будет таких мест ну и с до бат мы вышли в 11 часов сегодня не торопились там пока за разговорами и так далее у нас все целый день впереди сегодня сегодня у нас вот такой первый переходный день первый переход посмотрим как все пройдет как будет самочувствие будем от этого уже отталкиваться дальше несмотря что она ночью было минус 33 сейчас день штуки в полную силу погода разыгралась вся красота вот она открылась в такое время идти гораздо веселее когда солнышко когда все яркое паспортную погоду очень красиво снимаем лыжи ну давай пробуй вот такие вот речушки или скажем так теплые ключи они они замерзают вот здесь поэтому приходится все намерзла я лучше сниму вот и вдоль кита очень много теплых ключей поэтому много таких мест где вода бежит и зимой не замерзает ни при каких морозах все это впадает реку это теплые источники возможно что они тоже имеет какой-нибудь полезное свойство как нашу макия таких много источников восточных саянах поэтому надо с них попить хорошо что мы выбрали боты такие непромыкаемые как галоши что возможно придется где борода переходить небольшие уже можно не бояться и не тратить время что-то более серьезное переправы сейчас еще надо осторожно нам чтоб сани не сломать если сломается все кранты потом тяжело с ними будет тому с мунку прошлом году выходили помнишь некита сломанные сани иркут уже плыл мы часть на санях нас сплавлялась прямо по иркуту мои врезался дтп совершил сделаем перерыв мы договорились ребятами каждый час останавливаться немного отдыхать сэкономить силы чтобы потом двигаться дальше отсюда вытекает источник попробовать не теплый то есть прохладная водичка то относительно теплый конечно то есть наверняка он теплее чем обычная вода холодная горная там вот как типа ну как сказать изморозь это когда тепло идет вот и вот китай забил изобилует такими водами поэтому он опасен коварен тем что он не промерзает некоторых местах и снегоходы техника пройти не может потому что такие источники его подогревают снизу с боков отпадает вот впереди у нас такое препятствие виде речушки никак ты не не обойдешь и нам только вот идти через нее галоши частично спасает но если поверх вода галоши и все тогда есть место есть одно по берегу очень медленно тяжело по нему идем сани все переворачиваются лыжи по лыжам тяжело идти вот сняли лыжи сани свои перетащили хорошо конечно идти по речке где есть прижимы приходится лезть вот таким буграм камням как вот летом по тропе шли тоже хорошо идти по ровной тропе когда лезешь всяким бурелом по берегу вот по склону тяжело медленно совсем силы много забирает дорога впереди очередной брод короче ноги уже промочили на первом жене вперед идет смотрит короче напрямую идти вот надо за санями смотреть смотреть чтоб сани не перевернулись самое главное смотри чтобы сани не перевернулись идея как-то так сани никита самое главное чтоб сани не перевернулись потому что ноги одно промочить если вещи там промокнут так далее техника очень осторожными боком боком опять идут почему-то перевешивают у тебя не короче сделала эту веревку на камни на изя и слишком скользко все ну ладно впереди вот нас пересекает тропа это вот компании след несколько кабанов проходила прыгали оставляют такие небольшие ванночки что ли после себя прыгают по этому целый он траншея он там дальше идет видно что острые лапки такие небольшие и мы уже прошли в одном месте там вообще целый выводок там я не знаю сколько их было там не снимал сейчас второй раз снимаю мы уже несколько часов в пути запарились переходить реку однозначно здесь надо было нам взять резиновые сапоги и тогда бы было нам много все проще сейчас мы идем при каждом переходе мочим ноги и это плохо пять часов уже в пути погода маленько под испортилась прохладника стала стала поддувать подустали смотрим когда уже придем к нашему месту идем оттуда же не маленько там застрял на полез по берегу мы прошли по по речке но я хотел показать видно нет там зимой и стоят туда уж мы не пойдем не то чтобы совсем конкретно зимой постройки постройки там что туалет стройка небольшая типа подбивак сделано рама чтобы натянуть тент это летние нагромождение летние нас конечно интересует сейчас нормальное зимовье можно будет хорошо обогреться печку протопить высушить все и думать уже надо будет о завтрашнем как будем завтра преодолевать такие препятствия вот впереди такая узкая вот дорога по краю скажем так по обрыву налить она очень коварная она может сползти вниз поэтому надо здесь быть особенно осторожными некоторых даже сползла уже поэтому аккуратно надо ходить по таким местам чтобы вниз сани не упали а внизу там вот глубоко не знаю видно дно или нет но его видно но глубоко там получилось так что мы ушли от буранки видимо не по воде проехали ну вот мы видим она где-то впереди вот там вот перри сейчас идем маленечко наискосок чтобы не выйти приходится сейчас немного проторопить а потом обратно возвращаться за тяжелыми рюкзаками и за солями вот тут в недоумении чей-то след не знаем чей на зайчик не похож несся тут борозду оставил а тут лапы вот тут лапа от от это типа лисы так это лиса наверно а этой мышей бороздила как бы небольшое животное ну и уходит непонятно какую сторону бежала уходит вдоль речки а мы тем временем уже находимся в пути получается семь с половиной часов все вымотались он стал уже женя все встал идет но растянулись сильно сергей вас отстал сидел там долго уже за ним он собрались идти тем темнеет уже нам надо сегодня кровь из носу добраться до зимовья однозначно замечательно за платьями там выход в джан see the little bit of the car то тут есть какие-то зимовья записываю пока еще что-то видно ну как по времени-то сколько так 8 час время 8 час идем уже помы с 11 идем маленько растянулись осталось около километра до зимовья просто мы когда придем там уже ничего видно не будет температура падает начали ноги подмерзать так не чувствуется поверхностно ноги начали подмерзать это говорит о том, что под вечер уже начала опускаться температура поэтому нам надо кровь из носа зимовье сушиться у нас ноги мокрые у всех почти кроме Жени с хорошими ботинками так что будем сушиться думать дальше как пойдем по карте впереди река делится и по правой стороне как раз наше будет зимовье